Обесточить мир на целый час звучит глобально, по факту сделать это вряд ли получится. Да и не нужно, говорят экоактивисты. Нагрузка на сеть при массовом отключении возрастет в разы. Международная акция «Часть Земли» должна лишь подтолкнуть к мысли о рациональном потреблении электроэнергии. Все-таки лучше не разово проводить вот такие акции, а постоянно экономить ту же самую электроэнергию. Например, использовать не простые лампы накаливания, а светодиодные лампы, выключать электроприборы из сети, когда уходите. То есть вот таких простых способов очень много, и они должны войти в привычку, быть постоянными. Энергетики тоже ратуют за энергоэффективность и энергосбережение. По словам ученых Политехнического вуза, университет каждый год в сравнении с 2018 годом экономит электричество на 6 миллионов рублей. Сейчас, если вы пройдете по корпусам в вечернее время, то вы увидите, что свет автоматически будет включаться только тогда, когда вы подходите в какое-то место. Автоматическая система управления светом. Но, естественно, сами лампы вы тоже видите прекрасно, что это даже не люминесцентные лампы, которые в настоящее время уже запрещены, а это светодиодные лампы. В Барнауле акция по сбережению электричества проводится уже пятый год подряд. Горожане в ней активно участвуют. Так, в этом году будет отключена наружная подсветка зданий Политехнического вуза. Любой желающий также может присоединиться, выключив свет в своем доме или квартире. Экологическая акция «Часть земли» стартует уже завтра в 20.30 по местному времени. В это время рекомендуется на один час выключить все электроприборы и провести это время наедине с собой. Это будет первый шаг к осознанному употреблению энергии. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.